Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Илья Бондаренко, он же виртуальный фермер, выпустил финальное обновление для своей 2Х российской карты Долина Алтая. Надо, ребят, отметить, что это глобальная переделка хорошо всем нам известной старой доброй Сосновки, которая дебютировала на ферме еще в УФСе 15-м. И, разумеется, многим Алдам доставила кучу удовольствия, приятных моментов, сколько мы провели времени на этой самой карте, ну и, разумеется, сколько объектов оттуда понадергали мододелы наши для своих карт. Конечно, Сосновка — это легендарная карта для русскоязычного сообщества, ничего не скажешь. И, конечно, когда кто-то запускает в эту карту руки, даже если это твой товарищ, тебя это, мягко говоря, подбешивает. А уж как подбешивало это все остальное игровое сообщество? Как же так? В классику, в легенду залазит человек, который только-только пытается что-то там постигать в картостроении, модостроении. И, разумеется, я тоже думал, смотрел, Илюх, ну, камон, дружище, вот зачем ты это делаешь? Зачем ты пытаешься залезть в Сосновку? Ну вот надо оно тебе, зачем вот это все? Но сейчас, ребята, в прошествии времени я могу с уверенностью сказать, вот именно лично я, вот весь мой хейт в адрес Илюхи был абсолютно напрасным, ибо у Илюхи получилось сделать то, что не делал никто, а именно освежить лицо этой самой Сосновки. Да, может быть, кому-то покажется странным, что Илюха взял и перенос в Сосновку в родной для себя Алтай, из средней полосы России, наделил ее несколькими другими объектами, поменяв окружение, но, ребята, это пошло к карте на пользу. Действительно, Сосновка заиграла новыми красками, и, правда, стала уже другой картой, как я уже сказал, Долиной Алтая. Но, тем не менее, разумеется, друзья мои, стоит все-таки еще раз посмотреть на нее, поговорить о плюсах и минусах из старой доброй Сосновки, ну, собственно, вот этого проекта, Долина Алтая. Тем более, что я уже показывал вам как-то пару предрелизных вариаций того, что делал Илюха с Сосновкой. Ну, вот, думается, настало время уже полноценно посмотреть на эту карту, действительно, отсадить труды Илюхи, тем более, что работа была проведена очень и очень большая. Так что, друзья мои, добро пожаловать в Сосновку. Ой, извиняюсь, конечно же, в Долину Алтая. В общем, погнали! В ПДА Долины Алтая, разумеется, прекрасно читается старенькая добренькая Сосновка, только триггеров стало побольше, в основном контуры остались те же самые, концепт, в принципе, не изменился, и все те самые изменения глобальные, которые произошли, можно увидеть только на самой карте. Практически все поля находятся на своих местах, что-то, конечно же, подизменилось, как участки, например, возле базы, как и сама база, очень круто подизменили стоимость. Сами видите, прекрасно, ребята, в принципе, все доступно, не требуется сверхусилий, чтобы заработать себе на расширении участков, ну, а самые дорогие участки, разумеется, исключительно лесные. Также можно отдельно приобрести, например, как я уже сделал, рыбхоз, карьер, ну, и кое-что еще также можно приобрести, например, свинарничек у нас также отдельно стоит. Его нельзя вот так просто взять и получить вместе с стартой фермы. Есть у нас дополнительные культуры, горох, лицерно-морковь, лук, клевер, хмель, мак, горчица, лен, гречих, и тут нужно отметить, что морковка здесь такая, что невозможно на этой карте работать с премиальным дополнением, и еще с парой модов, например, на мод с беттер, контракт с налучшенный контракт, а также с этим кадром на раздельное комбинирование эта карта также ругается. Как видите, хватает дополнительных видов продукции, можно, например, чистить, как многие и любят, зерновые культуры, собранные с полей. В общем, хватает тут забав, где можно разгуляться. Ну, вот так выглядит, собственно, наша база. У нас вот такой домик в виде вагончика стоит. Разумеется, концепт в этом плане не изменился, что на Сосновке база такая была в Халамину, убитая ретро, что, собственно, на долине Алтая также убитость эта, разумеется, присутствует, только несколько по-другому выглядит. Есть у нас Сокарская почета и Ленин, пожалуйста, флаги у нас не только России, но и предприятие, как оно теперь называется, Агромай здесь нас встречает. Ну, и вот такое вот у нас есть зернохранилище, плюс, конечно же, куча других полезных объектов. Это всевозможные навесы, гаражи, овощехранилище у нас также присутствуют в наборе, и это, кстати говоря, друзья, все великолепие, которое вы сейчас увидите, можно под ноль нафиг снести, если вас старина не устраивает и нравятся новые объекты. Но надо понимать, ребят, что снося эти объекты, конечно же, не все можно вернуть назад. А так, из того, что мы еще видим, вот гаражик у нас, разумеется, с точки покупки семян удобрений, ну и рядом у нас еще поблизости есть такое местечко, где можно хранить поддоны, причем в таком неплохом весьма количестве, и мешки также здесь может у нас храниться. Ну, вот такая вот у нас лесовая на въезде, а мы сейчас переместимся туда, друзья, в северную часть нашей базы, где у нас находится точка с ремонтом техники. Вот такой вот объектик, он, как вы можете узнать по моим обзорам, это, ну и те, кто играл на Карпатской деревне, это ремонтная зона с карты Карпатская деревня от мистера Хектора. Надо отметить, ребят, что здесь хватает объектов с разных общаковых карт, ну и также есть здесь объекты, которые были специально заказаны под эту карту. И, в общем-то, сосновка очень круто изменилась. База, конечно, овер огромная, просто растянулась она на безумное расстояние, ну и, конечно же, поменялось окружение, и рядом с ней, вот она практически до самого моста здесь упирается, практически в эту самую речку. Это теперь база. Ну а поля, которые раньше были уже изначально готовые, засеяны каким-то урожаем зерновых, теперь вот, посмотрите, здесь у нас имеются два луга, с которыми надо работать уже плотненько, пройтись к лугам, если вы хотите что-то посеять, а не работать только с травкой. Ну и тут же у нас за вот этим самым лугом расположено, ребятки, такое важное животноводческое предприятие. Здесь у нас сразу два кластера представлены. Это у нас с одной стороны овцеводческие, с другой стороны кре. Собственно, вот она овчарная у нас такая, весьма вместительная, ребят, на кучу голов. А ведь сейчас сами видите, на 500 с лишним, 500 точнее голов у нас имеется овчарная. Кроме того, у нас здесь рядом стоит убитый в холомину коровник. Ну, как я уже сказал, здесь как стилистика была у сосновки, именно убитой карты, так и она осталась у долины Алтая. Здесь вот надо поднимать прям хозяйство с коленой. Отмечаем также, здесь у нас имеется классное такое хранилище для поддонов. Точнее, на тюков, на 1200 тюков. Также у нас имеется, естественно, необходимая инфраструктура у коровника. Не только сам вот такой вот мрачный, убитый в холомину коровник. Ну, и разумеется, навозная яма у нас имеется. И, конечно же, есть у нас место, где мы можем хранить силоса, трамбовать его силосная яма присутствует с правой стороны от этого самого объекта. В общем, все необходимое есть. Ну, а если не нравится, как я уже сказал, убирайте нафиг. Ставьте то, что вам больше подойдет по стилистике. Ну, и территорию, в общем-то, высвободите себе под нужные, прелюбившиеся вам объекты. Вот такая вот, ребята, у нас получается база. Действительно, очень и очень просторная. Вообще, конечно, сами обращайте внимание, в сравнении с Сосновкой задники у нас изменились. Куча леса появилась. И, конечно, карта стала более объектной. Раньше мы Сосновку поругивали за то, что объектов не хватает. Теперь, ребята, объектов этих овер дофигища в некоторых местах. Ну, и, конечно же, пейзажи очень круто изменились. Собственно, вот она точка, где мы можем, ребятки, сушить наши зерновые. Рядом у нас также находится водонапорная башня. В общем, все необходимое в плане атмосферы вот этой самой постсоветской упитости присутствует. Понятное дело, они всем нравятся. Ну, как я уже сказал, кое-что здесь можно подправить своими ручками, подснести. Но еще раз любуемся на название, собственно, этого предприятия КФХ Агромай. Вот так теперь этот объект не называется. Водонапорная башня никуда не девалась. Здесь у нас такая пожарная машинка стоит. Ну, скажем так, окружение здесь изменилось не только в этих объектах. Например, как вы помните, здесь у нас был проезд по деревянному мосту. Вот деревянный мост переехал в совершенно другое место. Теперь просто так здесь путь не сократишь. Деревянный мост находится под самой, друзья мои, точкой продажи древесины. Вот она находится в северной части карты через вот этот самый мостик, через реку. Сам мост, как и река, как и куча всего, обросли деревьями на этой карте. Но сама река сменила название. Теперь называется Катунь. А раньше она называлась Сейм. И, ребятки, для меня это, конечно, большая прям такая проблема. Ведь Сейм это, друзья мои, речка, основная часть бассейна которого протекает в моей родной Курской области. Поэтому я прям как курянин протестую против переименования Сейма в Катунь. А это, собственно, вот тот самый мост, о котором мы говорили, деревянный. Он переехал вот сюда. Ну, зато на месте у нас элеатор никуда не делался. Как и точка продажи древесины, все это присутствует. Все вот в знакомых нам тонах. Ну, конечно, территория преобразилась. Раньше она была открытая. Теперь, как видите, у нас забор появился. Ну, и, само собой, шлагбаум. Ну, и все остальное здесь поблизости так же круто поменялось. Например, магазин сельхозтехники. Также у нас теперь прям современный. Не убитый-убитый. А смотрите, сколько тут всяких штандартов, рекламных баннеров. Да, куча всего. Помимо тут баннеров техники присутствуют. И дружеские баннеры проектов. Вот, например, даже, пожалуйста. Вот он. Спасибо Илюхе, что про меня не забыл. Я также на этой карте присутствую со своим просто симулятором. Ну, и, конечно, территория этого самого магазина. Очень круто смотрится. Объект, он как бы тоже общаковый. Этот самый магазин, давно известный, в общем-то. Скажем так, не с версии FESA 22. Но, тем не менее, сюда очень круто встал. Илюха поработал над внешним обликом. Этого магаза. И смотрится он прям современно. Классно, очень здорово. На фоне общей ущербности, конечно, карты. Ну, имеется в виду, в плане убитости ее, разумеется. Очень выбивает современный объект. Ну, и, конечно, баннеры наши, нашей техники. Очень ласкают глаз, ничего не скажут. Давайте посмотрим на эту самую точку продажи древесины. Вот она на месте. Никуда она не девалась от реки. Так что, как и на старой доброй сосновке, так и здесь можно спокойно древесинку толкать. Ну, и, само собой, сейчас посмотрим на предприятие, которое у нас находится в северо-восточной части карты. Здесь их стало до поболи. Перекупщик животных подизменился. Вот так он выглядит. Что тоже очень радует. Илюха, меняя объекты, также добавлял разнообразные баннеры. Это, конечно, тоже добавляет определенной жизни. Может быть, местами, конечно же, бы тут еще добавить на предприятие пешеходов каких-нибудь так. Но, в остальном, очень живенько все смотрится, очень симпатично. В частности, вот этот хлебокомбинат, который теперь является пекарней. Пышка, да. Ну, и, само собой, необходимая техника присутствует в виде стареньких, добреньких газонов, на которых, конечно же, многие видели, как привозят в магазины температивный хлебушек. Ну, были времена. Конечно, теперь они круто изменились. Еще у нас предприятие называется Советский общепит. Это тоже общиковый объект перелицованный. Здесь у нас можно производить различную продукцию, которую можно толкать в магазинах. Это связано с пищевой продукцией, разумеется. Сейчас увидите кое-какие рецепты. Посмотрим, вот, пожалуйста, блины, чипсы, картофель фри, крокеты, картофельный салат. Также у нас здесь можно производить из тех овощей, которые можно выращивать на этой карте. Ну, и вот такая точка продажи того, что можно добывать в карьерах. Также, ребятки, отмечаем, здесь, как, например, на Владимировке, есть такая штука, как сбор коллекционных предметов в виде металлолома. Ну, и, само собой, собирая этот металлолом, получаем мы денежку в копилочку. Идем дальше. Уже теперь перемещаемся в западную часть карты. Обращаем внимание на заправку. Это те самые заправки. Сосновки убитые никуда не делись. Они здесь и остались. Их Илья не стал менять. Но окружение в виде техники, сами видите, конечно же, здесь все до боли знакомое и родное. Продвигаемся потихонечку к населенному пункту. Он теперь не Сосновка называется. Название, разумеется, мы видим позже. Насколько я помню, называется это теперь село Топчиха. Да. Ну, увидим. Ребят, сейчас потихонечку к нему и продвинемся. Опять же, с севера, наверное, населенного пункта. Начнем знакомство с объектами. Здесь у нас котельная расположена. Ну, и вот, видите, кочегарка называется Топчихинская. Собственно, пожалуйста, даже вывеска у нас имеется. Котельная вот такая прям хлам-хлам убитая. Все, разумеется, присутствует в плане антуража. Ну, вот эта вот самая биоцентраль, она также здесь весьма неплохо встала. Рядом со знакомыми нам сосновскими домиками. И не только. Здесь из оригинальных объектов отмечаем появление вот такого вот магазика. Магазика рядом с местным условным, наверное, возможно, сельсовет, конечно. Хотя и не факт. Вот, пожалуйста, магазин Барнаул. Ну, и вот, с одной стороны, вроде бы, знакомые нам пейзажи. Но видно, что работа проведена была серьезной по объектам, по текстурам. Освещение, конечно же, отмечаем. Ребята, измененное. Оно как бы... Глазу тоже нужно привыкнуть. Никак на Сосновке все сделано. Что еще из объектов у нас есть? Здесь у нас такой маленький рынок. Ярмарка такая. На окраине села имеется. Насколько я помню, рядом здесь была с домами детская площадка. Ну, сейчас уже и не вспомню. Ну, по крайней мере, теперь это место занимает ярмарка. И рядом у нас находится несколько производственных объектов, которых также не было на оригинальной Сосновке. Вот здесь, пожалуйста, у нас вот такая вот молочная ферма. Она с дефолтным функционалом. Но объект очень круто смотрится. Проделана здесь действительно шикарная работа. Пожалуйста, вентиляция у нас работающая, анимированная банка с молоком. Это банка с молотом, конечно, притча в языцах. На скольких картах наших, в том числе, можно найти эту банку с надписью английской Dairy. Блин, ну, ребят. Ну, елки-палки. Сложно было ее перетекстурить. Но вот, Илюха, пожалуйста, это сделал. Ну, и давайте прикупим этот объект, чтобы посмотреть, что действительно. А рецепты, разумеется, дефолтные у нас, пожалуйста, масло, сыр, шоколад. Все по знакомым нам канонам здесь производится. Идем дальше. Другие мои по дороге сейчас как раз-таки вот у нас шиномонтажка такая симпотная. Сейчас опустимся чуть пониже. Увидим как раз-таки название этого села, как я уже говорил. Ну, Топчиха, да. Раз мы уже посмотрели название котельной, действительно Топчиха. Ну, и продвигаться будем дальше-дальше к другим предприятиям, чтобы посмотреть, что у нас еще появилось. Вот у нас трафик отечественный также отмечаем. Ну, и, конечно же, рекламные баннеры. Легендарный баннер, как и карта. Прекрасно помните, ребятки, какой магазин в свое время толкал пылесосы вот с таким вот слоганом. Сосу пыль за копейки. Ну, это было, конечно, мега круто. В свое время это был фурор. Мне как пиарщику, надо сказать, очень нравится подход этот экстремальный. Но, действительно, было прям мега-мега круто. До сих пор этот баннер живет в разнообразных проектах. В частности, его в ЕТСе можно увидеть и на российских картах. Ну, понравился он, действительно, запомнился надолго. Идем, друзья, мы дальше по объектам. И находим мы вот, пожалуйста, еще один значимый здесь объект, который у нас перерабатывает наш урожай. И, разумеется, мы видим, что можем здесь получить масло. Объект также знакомый, но также хорошо, ребят, вписался. Илюха очень круто поработал и вывеску сделал. Ну, и интегрировал все как надо в карту. Конечно, мы тут можем отметить объект такой, как американского формата силосная башня. Ну, ничего, вполне себе органично смотрится. Некоторые нас карты приучили, что из американских карт вполне себе объекты, вроде бы чуждые нам, неплохо смотрятся. Это у нас очередная заправка. Рядом, опять же, знакомая история с магазином Сметлана. Вот также проделана хорошая работа с интеграцией этого самого объекта в карту. Просто и точка у нас расчерчена. Зоны разгрузки. Здесь у нас есть и баннер, который нас провожает с карты, желающие счастливого пути. И встречает нас также на долине Алтая. Пожалуйста, вот такая вот история. Продвигаемся дальше, ближе, ближе, ближе к карьеру и рыбхозу. Но для начала заглянем в транспортную компанию. Точка продажи возле железной дороги. Также все знакомые объекты. Некоторые объекты, как вы видите, конечно же, не менялись, остались неизменными. Другие, конечно, очень круто подразменились. А что-то, в принципе, появилось с нуля на этой карте. Но очень все, конечно же, очень симпатично смотрится в этом новом концепте. Долины Алтая. Они уже сосновки. Так уже не голое окружение. Действительно, хватает здесь объектов. Поезд, конечно, глушит. Здесь два поезда катаются. С кучей вагонов, конечно, бьют по ушам неслабо эти товарники. Но мы, ребята, сейчас находимся на территории рыбхоза. На нашей спиной находится песчаный карьер. Собственно, вот так вот симпатно, конечно, рыбхоз проделан. Очень и очень колоритный объект. Мне понравилось. Такой и веселый, симпатичный, довольно-таки творческий бардак. Он смотрится все равно весьма-весьма здорово. Действительно, доставляет в глаза определенное удовольствие. Ну, понятное дело, тем, кому нравится новье, новизна и порядок. Ну, не очень этот объект зайдет внешне. Но мне лично доставило прям очень круто. Ну и, ребята, сейчас давайте уже долетим до карьера, чтобы подтвердить, что песчаный карьер у нас здесь присутствует. Как раз через территорию вот этого самого рыбхоза обратно перелетим, чтобы посмотреть на эту кучу песка. Ну и заезжать на нее придется чуть подальше. Вот там у нас есть место от заправки. Оттуда и надо будет уехать на территорию этого песчаного карьера. Так что любителям поработать ручками с разными полезными ископаемыми здесь, в принципе, найдется своя работа тоже в определенном антураже. Конечно, тяжеловато здесь будет развернуться на полуприцепах, но на самосвалах почему бы и не. А это у нас крупяной завод-ударник. Вот тоже прям в духе вот этом постсоветском выполнен такой весьма прикольный объект. Это помнится даже для крайнего обзора, да, вот с этой точки делал скриншоты для обложки. Очень симпатично все смотрятся живо-то истинно. Опять же отмечаем живой объект. Хотя, как я уже сказал, здесь нет, например, на объектах тех же самых пешеходах. Они не ходят по предприятиям, как есть на некоторых модовых картах. Но сами предприятия живые такие, дымок из труб идет, разумеется, звуки все необходимое присутствует. Ну и знакомая нам хорошо уже давно старенькая добрая дамба присутствует на месте. Все знакомо, приятно и, разумеется, конечно, возвращает нас так или иначе на Сосновку. Это садовый центр у нас, также важная точка продажи готовой продукции. Масштабненький объект, от которого мы потихонечку-потихонечку продвигаемся в сторону железнодорожного узла, где также хватает рядом всевозможных разнообразных объектов. Очень-очень колоритных, особенно ТЭС, конечно, прям мега круто выглядит. Но туда мы еще добежим. А это у нас местная лесопилочка, также расположена возле железной дороги. Конечно, железная дорога тут не живая в плане того, что нельзя поезд арендовать. Но в остальном, конечно же, дух необходимый присутствует. Что вроде как важная часть этой карты железная дорога. И опять у нас тут товарничок не чик-то нас подглушить. Здесь два состава. Есть такой относительно новый. Есть старый локомотив. Ну, думается, может быть, мы в процессе его увидим, пока доберемся до самого железнодорожного узла. А мы, тем не менее, пока перебираемся на мельничный комплекс Родина. Здесь у нас также столовая точка продажи нашей готовой продукции. Опять же, отмечаем, здесь действительно весь необходимый колорит наш присутствует. Хотя объекты собраны абсолютно разные, с разных по стилистике карт. Тем не менее, здесь есть необходимые баннеры, которые нас окунают в родное отечество. Разумеется, сейчас мы его увидим. Вот сейчас долетим. Как раз таки тут и у нас есть то самое название комплекса прорисованного. Мельничный комплекс Родина. Ну и столовка рядом, как мы уже говорили. Здесь можно продавать разнообразную пищевую продукцию, которую мы будем вырабатывать на разнообразных предприятиях. Конечно, производственных возможностей у долины Алтая да поболее будет, чем у оригинальной сосновки. Ну и, конечно же, опять же, отмечаем этот самый антураж лесной и задники в виде горы. Ну а это заправочка, на которую мы уже неоднократно смотрели на этой карте. Заправки остались на своих местах. А мы тем временем перебираемся на сахарный завод. Тут как раз таки к большущему железнодорожному узлу. Также здесь своя необходимая атмосфера присутствует. И, конечно же, и лес, и разнообразные развязки, железнодорожные, автомобильные. В общем, хватает. Здесь вот того, что может порадовать глаз любителя этого самого олдскула старой школы, старых объектов. Все в необходимом объеме присутствует. А это вот тоже важная точка Сибдурсна, где мы можем сейчас продавать корнеплоды. Ну и, собственно, у нас поезд, опять же, Чип, здесь большой железнодорожный узел. И, собственно, вот там, по-моему, второй состав сейчас будет выползать. Также увидим, да, вот старенький у нас локомотивчик. В общем, друзья мои, в этом плане, конечно же, антураж хватает. Активная железная дорога, где раскатывают длиннющие товарники. И, конечно же, что ни предприятие, у которого есть труба, выводящая отработанные газы, разумеется, все живое. Дымок этот, разумеется, идет. Ну, опять же, в идеале бы сюда бы еще каких-нибудь пешеходов, которые бы ходили. Но вроде как Грюга больше уже не планирует карту обновлять, потому что она его порядком подзадолбала. Много вот сюда сил уложил, терпения. Ну, вот как есть, так и есть, ребят. Ну, вот еще у нас один очередной объект, который можно, опять же, собрать. Зил такой свалившийся с этого самого элеватора. Вот толкаем его и получаем денежку за сбор коллекции вот этого самого металлолома. Ну, и приближаемся, ребятки, от этих объектов, конечно же, к анонсированному мною предприятию потихоньку. Собственно, это у нас здесь прием пиломатериалов. Ну, и, конечно же, вот она эта алтайская ТЭЦ. Раньше здесь была котельная, да попроще. А теперь вот такая классная ТЭЦ стоит, причем с логотипами, совсем на свете. Вот прям действительно все, что нужно. Может быть, тут, конечно, если говорить прям про 100% реалист, здесь нужны еще мазутные баки. Ну, уж я человек, который работающий в генерирующей компании, много чего могу рассказать. Но основное, конечно, присутствует. Само здание. Плюс, пожалуйста, вот у нас есть градирня такая. Есть даже от нее труба, которая там идет вниз, из которой станция вроде как воду берет из этой самой речки Катунь, да. Так что основные моменты, скажем так, позволяющие окунуться в антураж теплоэнергетики присутствуют. Все необходимое есть. Даже вот, пожалуйста, с логотипчиками, такими местечковыми. Ну, заправка, конечно, для проформы посещаем. Все то же самое, старенькое, доброе. Ну, и сейчас еще по некоторым местам на карте пробежимся, прежде чем завершать обзор. Собственно, вот у нас точка продажи тюков присутствует, только она вот переехала от нашей базы. Если вы конверт катали, могли обратить внимание, как она смотрится. Ну, или в оригинале, например, если ранее эту карту катали. Итак, ребятки, что у нас еще осталось? Ну, наверное, до свинарника мы сейчас немножечко долетим, посмотрим на него и будем потихонечку обзор финалить. В целом, ребятки, если говорить про мои ощущения вот от этой работы, как я уже вначале сказал, Ильюха карту не угробил. Я, честно говоря, ему бы не простил, если бы он на сосновке натворил дел. Он не стал тащить что-то такое безумно инородное для этой карты. Оставил ее вот в том ретро-стиле, в котором она была, но только несколько изменил ее, конечно же, в антураже, в текстурках. И, конечно, карта заиграла другими красками. Она воспринимается теперь не как сосновка, а именно как долина Алтая, в соответствующем, конечно же, антураже. Добавилось сюда предприятий, что-то было изменено, но эти изменения действительно в целом пошли карте на пользу. И она воспринимается очень и очень хорошо. Да, конечно, бы некоторые объекты бы еще заменить. Ту же, например, заправку, которая уже задолбала нафиг. Сколько ее таскают с карты на карту, вот бы ее, может быть, заменить. Еще кое-что по мелочи. Тех самых пешеходов побольше добавить, например, опять же, на тех самых производствах. Пусть лазают, почему нет. В общем, такие вот мелочи. В остальном, действительно, карта приятнее стала значительно. Ну и вот, конечно, некоторым вещам нужно привыкать, как к текстуркам, например. Тут текстурки есть и у культур новенькие. Есть, конечно же, текстурки и другие с зданиями связанные. И освещение, опять же, ребят, отмечаемо, действительно изменилось. В общем, хватает приятных моментов, которые, действительно, как я уже сказал, пошли к карте на пользу. Но, опять же, все зависит от того, как вы воспринимали сосновку и чего вы хотели от нее. Как я уже сказал, лично для меня карта не угроблена. Она, действительно, похорошела в определенном смысле. И получила, ну, действительно, новую жизнь в новом проекте под названием «Долина Алтая». И, в целом, по ней приятно раскатывать, работать. Она стала более такой живой, насыщенной за счет, опять же, кучи зелени, леса. Разумеется, Алтай куда уж без леса. Ну и, само собой, опять же, повторяюсь, за счет новых объектов, которые появились. База стала, конечно же, такая масштабная, масштабная. Теперь тем, кому нравится прям создавать огромные фермы, будет очень приятно на этой карте раскатывать, работать. Ферму, конечно, можно прям заваливать техникой по полной программе. Само собой, если друзьями в копии играете, прям места овер дофига, чтобы можно было развернуться. В общем, интересное новое прочтение с основки. Определенно, действительно, не посоромил Илюха гигантов, которые в свое время создавали эту карту в FSC-15. Очень и очень приятная работа у него получилась. Довольно-таки стоящая переделка. Собственно, например, как вот все боялись, как проект SimGames будет перерабатывать балдейки на 1б. Надо сказать, что по объектам карта посвежела, при этом этот ретро-стиль у балдейки сохранился. И карта действительно по-новому заиграла, приятно смотрится. И, в общем-то, недовольных особо лиц и не нашлось. В общем-то, если глядеть на сосновку, ну, правда, уже не сосновку, конечно, эта переделка также смотрится очень и очень приятно. В любом случае, други мои, мнение финальное за вами. Я свое высказал, посмотрели мы на карту. Можете и сами на нее полюбоваться, если до сих пор не смотрели, либо слышали какие-то критические замечания о ней. Весьма приятная карта. И вот в описании к этому обзору найдете ссылочку на скачивание как самой карты, так и на факт техники стартовой для этой карты. Илюха там кое-что подбирал, чтобы все было атмосферненько. Ну, сами смотрите, я вот, например, стартовый пак не стал скачивать. Буду играть, други мои, разумеется, на той технике, которую уже прелюбил за годы игры на FSA 22. Хватает там и отечественную, и отечественную то, что я буду катать. А карту я буду катать действительно обязательно для души. Благо я ухожу в отпуск, поэтому могу себе позволить наконец-то в удовольствие поиграть, а не только для вас, друзья мои, под обзоры. Так что, други мои, тоже смело покатайте эту карту. Возможно, новое прочтение Сосновки вам зайдет. Но у меня на этом все, друзья мои. И, как всегда, в конце моих обзоров говорю о самом главном, не пиксельном. Желаю вам и вашим близким исключительно самого крепкого здоровья, дай бог вам, всяческого благополучия. А всем нам по этому непростому времени, конечно же, самого светлого, чистого, мирного неба над головами. Если вдруг что, друзья мои, ссылочка на мою группу ВКонтакте в описании к этому видео. Там всегда можете найти какие-то любопытные модификации для своих хозяйств. Я обычно, конечно, в конце своих обзоров также говорю, что надолго не прощаюсь. Но в свете моего отпуска, друзья мои, сделаю я небольшой перерывчик в несколько дней. Отдохну от этого самого мира пикселей. Тем не менее, кое-какой обзор еще выйдет от меня в ближайшее время. Ну, теперь, пожалуй, на этом все, друзья мои. Вам также этим летом хорошо отдохнуть, набраться сил. Ну, и мы, разумеется, конечно же, обязательно все равно скоро встретимся на канале Просто Симулятор, да и что-нибудь еще заобзорим из мира EFS 22. Так что, друзья мои, до встречи. Пока-пока.